Трое мужчин больше полугода насиловали 12-летнюю девочку в Акмолинской области. Подозреваемый – это приятели родного дяди пострадавшей. Долгое время шли суды, двоих отправили за решетку, а третьего признали невиновным и отпустили, несмотря на результаты экспертизы, говорит мама. Он вернулся в село, где живет эта семья, и мать боится, что насилие может повториться, и просит наказать всех виновных. Мама пострадавшей девочки попросила не показывать ее лицо и не называть имя. О том, что ее маленькую дочь регулярно насиловали трое взрослых мужчин, женщина узнала случайно. Она заметила кровопотеки на теле ребенка, но девочка боялась признаваться. Медицинское обследование подтвердило изнасилование. Тогда ребенку было 12 лет. Двоих обвиняемых осудили на 20 лет, а третьего признали невиновным. При таких доказательствах ДНК, мне кажется, оправдать это неправильно было. По моему мнению, просто не объективно это все происходило, судебные процессы. Теперь я прошу помощи у главы республики, у президента Касмазмар Токаева. Подозреваемому, которого признали невиновным, 27 лет. Теперь он вернется в село под столицей, где живет пострадавшая. Мама боится отпускать дочь на улицу. Сейчас девочка работает с психологом. Мать жалуется, что большинство присяжных были педагогами Акмолинской области. Некоторых из них она якобы видела в доме отца оправданного мужчины. Судья, рассматривавший дело, рассказал, что присяжные были отобраны случайным образом. Двое осужденных даже врывались через окно домой к девочке. Запугивали ее и угрожали, что расскажут все одноклассникам. В это время родители девочки были на работе. Третий, оправданный подозреваемый, по словам мамы, поджидал ее возле школы и якобы дважды изнасиловал. Мама планирует подать апелляцию, но не верит в объективное расследование, поэтому надеется на помощь Генеральной прокуратуры.